Слоганы были разные. Есть те, которые, я так сказал, не литературные, так скажем. Но это тоже аналогичный слоган. Зато искренне, да? Да, зато искренне. Я абсолютно согласен, Виктория Александровна. Конкурс слоганов «Нет мошенникам» проходил в Забайкале впервые. Жители региона могли предложить емкие фразы, предупреждающие о современных видах телефонного мошенничества. А когда слоган придумывает человек, который далек от банковской сферы, когда он его придумывает, как вы видите, очень простым, понятным языком, это может зайти для забайкальцев. Одними из самых удачных был назван слоган общественника Дмитрия Зотова, который уже давно объявил войну тем, кто пытается нажиться за чужой счет. Позвонил из банка дядя, номер карты клянчит. Значит, трубку ты бросай не глядя, все он с карты стащит. У нас было уже несколько встреч со студентами, у нас были походы на телевидение, на радио, где мы с разными экспертами вместе, например, с предпринимателем, с юристами, отвечаем на вопросы самые классические о том, как не стать жертвой мошенничества и так далее. Просветительская работа, она интересна, она приятна, ей можно заниматься даже в выходные дни. Марина Истомина работает учителем русского языка и литературы на станции Ясной. Как человек, мастерски владеющим словом, пройти мимо такого творческого конкурса она просто не смогла. Это боль, наверное, болезнь для многих, для общества это болезнь. И ее нужно побеждать, побеждать общими усилиями, своим неравнодушием в первую очередь. А как вы считаете, слово действительно может в этом помочь? Слово, конечно. Слово гору сможет вернуть. Конкурс не проводился ради конкурса. По словам организаторов, он имеет практическую пользу. Руководитель администрации заверил, что идеи всех победителей будут непременно использованы. Мы постараемся размещать эти слоганы, ну, либо баннеров, либо на видео, либо ролики делать, либо тизеры красивые делать. То есть у нас много идей, мы их будем сейчас воплощать. Даниил Ботвинский, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.